День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Еще одна фигурка украдена. Эта фигурка могла стать новым символом города. В целом она им и станет. Уверен, что волонтеры и авторы идей возобновят эту фигуру. О вандализме будем говорить прямо сейчас. У нас в гостях Анна Цуканова, активистка-психолог. Анна, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем начнем разговор, небольшой информационный материал от наших корреспондентов прошу вывести на экраны. Кража под камерой видеонаблюдения. В центре Одессы украли кота-геймера. На видеокамере зафиксировано, как сначала неизвестный подпиливает шпильки под лавкой, а затем садится на нее. И буквально за 10 секунд одной рукой открепляет скульптуру и уносит. Меценат Сергей Рудюк сетует. Памятник не имеет особой ценности. Говорят, у кошек 9 жизней. 18 дней. Столько прожила Пушинка на Маяковского свою первую жизнь. Памятник из гипса покрыт пластиками краской, что он не бронзовый и ничего не стоит. Напомню, 11 июня с окна Всемирного клуба одесситов украли любимого кота Жванецкого – Мориса. Фигуры были установлены в рамках проекта «Одесские коты». Но не одни коты становились мишенью вандалов. В Одессе неоднократно воровали имени памятник известного чешского литературного героя бравого солдата Швейка. Он стоял на фасаде пивной «Гамбринус». Похищали его дважды. Первый раз удалось найти быстро. Ранее судимая 30-летняя одесситка принесла краденое в пункт приема металлолома. И там ее задержали. А вот второй раз украденного Швейка так и не нашли. Анна, можно говорить о том, что это вандализм. Но что касается меня, мне лично видится, что это не совсем вандалы. Это какие-то коллекционеры. Может быть, это люди, которые клептоманы, что ли, латентные? Очень легко может быть, что действительно, судя по кадрам на видео, человек впечатление, что планировал это. Подошел, сел, открепил и унес. Какие-то цели. Клиптомания или еще какая-то проблема в глубине него. Подарить любимое решил. Коллекционирует кошек. Странный подарок. Потому что вандалы – это тот, который просто разрушил. Который просто разрушил. Ради разрушения, из-за выхода энергии. Да, просто беспричинно. Судя по тому, как человек прям пришел, отпилил. Значит, было чем. Значит, готовился. Взял, спокойно унес. Его не смутили ни камеры, ничего больше. Значит, есть вот ум в краже. Да. Это, да. Будет точнее. Но если со швейком еще можно допустить, что вот действительно там женщина, которая первый раз украла статуэтку, она отнесла в ломбард, хотела получить какие-то деньги. То как быть с теми людьми, которые просто воруют, либо разрушают, либо уничтожают, просто ради забавы? Что ими движет? Что вообще может заставить человека пойти на вандализм? Непосредственно вандализм, он совершается из-за выхода агрессии. Как правило, человеку его прет. Это сдержанная злость, которая была. И она перенаправляется на какие-то… Трансформируется, может быть, даже, да? В таком желании украсть или что? Да, я сейчас прокомментирую. Трансформируется. Ну, нет, это немного разное. Можно сказать, что он свою боль доставляет теперь другим? Ну, в случае с кошкой это одно, а вандализм это другое. Все-таки это разное. Вот тут действительно кражи. Какой здесь мотив у человека, мы не знаем. А при вандализме это идет именно перенаправление. Меня кто-то где-то обидел. Я очень сильно. Я не ответил, потому что, например, не сумел и не знал, как это сделать. Я прихожу, прорывает, мозг перестает контролировать эмоции и боль, вызванную обидой, и человек начинает нести. Да, вот как про состояние эффектов во время конфликтов. Бьются, например, тарелки или чашки. Что это? Это выход боли, агрессии, обиды. Вот тут то же самое. Просто человек оказался на улице, например, перед ним оказалось дерево, он ее сломал. Оказалось там еще что-то, тоже сломал. Мне кажется, что вот здоровый человек, когда у него есть чувство агрессии, я, по крайней мере, считаю себя вполне здоровым человеком, если у меня есть какое-то чувство агрессии, я иду в спортзал и выплескиваю там свои эмоции. А вот смотрите, что вы делаете. Вы проконтролировали возникновение своей эмоции и своих чувств. Вы поняли, что вы чувствуете в данный момент. Вы за счет когнитивных своих способностей поняли, что это может разрушить, если вы не проконтролируете. И вы нашли выход правильный, здоровый, рациональный. Собственно говоря, это и правильное, и здоровое поведение человека. У меня не возникает желания что-то уничтожить или разрушить. Потому что вы даете выход эмоциям в приемлемой социальной форме. То есть вы действительно идете в спортзал. Если человек это умеет делать, молодец. Если его научили, например, в детстве ребенок расплакался, потому что не дали игрушку. И он вот хочет поломать что-то. А мама говорит, нет, а давай ты сейчас злишься. И давай ты не будешь ломать машинку. Давай ты вот побьешь подушку. Вот происходит момент обучения. Вы рассказываете на самом деле достаточно страшную вещь, о которой многие... Почему страшная? Потому что многие стараются о ней не говорить. Это нормальное поведение, когда ребенок хочет разнести какую-то игрушку. Нужно предложить ему грушу, антистресс какой-то. Конечно, конечно. Это обязательно нужно сделать. Это нормально вообще? Да, именно из-за того, что это не делается. Потом ребенок вырастает. Потому что у него возникла эмоция. Ему обидно. Ему что-то не дали. И эту эмоцию он подавляет. В данном случае мне... Идет накопление? Конечно. Конечно. И потом он вырастает. Превращается в подросток. А если он еще котенка помучал в детстве, да? А мучение котенка – это тоже не причина, а следствие. Это тоже переживание внутренних... Я же говорю, что он психанул, извините, и пошел, помучал котенка во дворе. А стал взрослым. Помучал памятник. Или побил соседа по площадке. Или вырос маньяк из него. Да, да. Так происходит. Все начинает... Оказывается, это все в природе человека. И это натурально и нормально. Это все эмоции в природе и нормально, негативные и положительные. Люди просто не умеют, их не научили справляться со своими негативными эмоциями. Не умеют контролировать свое поведение. Это и есть признак зрелой личности, которая понимает, зачем она делает то, что делает. С какой целью она это делает. Вот, собственно, мне кажется, что новая программа обучения, которая вводится для детей, в частности, психология практически с детского садика, она и призвана научить справляться со своими эмоциями. Правильно справляться, адекватно справляться. Я не знакома с этой программой. Я надеюсь на то, что она призвана не просто дать теоретический материал, потому что он бесполезен без практического применения. Я искренне надеюсь, что у нас в обществе появятся какие-либо программы, где будут учить и детей, и взрослых абсолютно всем перенаправлять агрессивные эмоции, понимать, что с ними делать. Потому что агрессия и боль, которую мы испытываем в случае каких-либо потерь и разочарований, настолько сильные, что люди сами могут испугаться своих собственных чувств и силы этих чувств. Поэтому идет, если повпадает состояние эффекта, он не контролирует. Здесь он потом приходит в себя, когда мозг начинает контролировать все, что происходит. И он видит вокруг себя разнесенные вещи, побитую мебель, ну и так далее. То есть есть деструктивная модель поведения, и она ведет к непоправимым вещам. Можно ли вообще говорить о психологии вандала, психологии вандализма? Ну так, я не уверена, что стоит прям так отдельно вычленять. Можно говорить, например, что это один из способов самовыражения. Да. Способов непризнания. Это способ выражения своих негативных чувств, своих переживаний, своих проблем, своих горестей. Человек может быть глубоко одинокий. И это чувство... Дефицит общения, внимания. Конечно, конечно, потому что люди убеждены в том, что если они сидят в компании, расслабляются, выпивают, общаются абсолютно на легкие темы, это общение становится приятным. И кажется, вот оно, вот та счастливая обстановка, где мне хорошо, приятно и классно. А это иллюзия, потому что на самом деле люди зрелые, хорошие, им приятно не потому, что их расслабил алкоголь и болтать ни о чем. Там уже включаются другие моменты, когда поднимаются серьезные темы, когда истинная заинтересованность личностью происходит. Это немножко другой уровень. Поэтому люди в легком общении думают, что у них есть друзья, почему потом такое разочарование от предательства. А на самом деле он глубок, потому что нет тесной внутренней психологической связи личностей. Вот компания подростков выпивает и думает, что им хорошо, вот-вот, я сейчас счастлив. А в глубине он очень одинок. И, конечно, он именно от выражения этих чувств уйдет и что-то ломает. Ну и зачастую то, что мы видим, если мы говорим о вандализме, люди, которые единожды что-то сломали, если мы говорим о какой-то памятнике архитектуры, о какой-то фонтане, о чем угодно, они обязательно сделают это в следующий раз. Потому что система, да, их нашли, хорошо их посадили, там или штраф какой-то выписали, она не меняет внутреннюю ситуацию человека. Нет, пока он сам не будет рефлексировать. А рефлексировать, это значит понимать причину-следственную связь. Нет ни одного человека в мире, который бы что-либо не сломал, не порвал и не уничтожил. Через это проходят все. Но одни люди дома, например, пытаются понять, их накрывает сожаление, и они делают выводы, и не повторяют этих ошибок, и не применяют это к другим каким-то предметам, вещам, людям. То есть в порыве кто-то разобрал какую-то фотографию, пришел в себя, пожалел. Склеил. Склеил, да. Пришел и склеил. И потом сделал выводы, что я не буду больше так делать. Это тот же вандализм. Скажите, все-таки хочется, чтобы... Мне нравится идея, я могу в чем-то не соглашаться с авторами идей в разных других моментах, но вот эта идея мне нравится. Действительно здорово было бы получить серию скульптур, которые возобновлялись бы постоянно одесские коты. Что сделано для того, чтобы котов не воровали? Как можно наладить диалог вот с этой категорией, которую мы сейчас так здорово описали со всех сторон? Хороший вопрос. Я понимаю, что русалочки тоже постоянно как-то отбивают голову, несмотря на то, что это суперсимвол. Смотрите, хочется задать вопрос в ответ. А когда начался вандализм у человечества? Ну, собственно, от слова вандализм... И вообще разрушение. Когда человек начал делать? С момента существования человечества? Конечно. Никогда, если быть честным и правильным, не прекратится это, пока у нас не будет здорового общества, где будут формироваться личности ответственные и понимающие самих себя в первую очередь. И второе, пока не будет налажено правовое общество. Собственно говоря, в чем заключается ценностная суть тюрьмы, и осуждения, и наказания, человек при своем деструктивном поведении несет ответственность. И он видит разрушительные последствия. Его сажают в тюрьму, лишают свободы. Его лишают средств. И он делает выводы теоретически. Он должен сделать выводы. И не только он, но и общество в виде необратимости наказания. Конечно, конечно, конечно. И тут все. У нас, к сожалению, сейчас на каком уровне воспитательные аспекты? Мы далеко не по уровню психологического развития ни Европы и ни развитые страны. У нас очень большие проблемы психологические в обществе. У нас люди в большинстве своем неврастенические, сложные. Сколько мы видим случаев, когда издеваются над животными? Очень много. И это только один из признаков проблем переживающихся. С одной стороны, нет должного воспитания. Нет рефлексии на уровне общества. А кто должен давать это воспитание? Психологическое воспитание? Школы, родители. Но в нашем случае, в нашей стране, это, скорее всего, эволюция. Мы не доросли. Мы не доэволюционировали еще, к сожалению. И с этим надо смириться. Мы в данности живем. Надо менять это каким-то образом. Малыми делами. Создавать какие-то программы. Мы с вами сейчас тут беседуем на это. Вот наш с вами малое дело, малый вклад. Кто-то подумает, кто-то нас услышит. Кто-то уже решит. Не просто, когда ребенок будет злиться, утешать его. А найдет решение. Это вообще катастрофа, когда наказывают за проявление негативных эмоций. И, собственно, потом мы имеем то, что мы имеем. Подписывают приговор. То есть, получается, нужно начинать воспитание с родителей? Да, в нашем обществе надо и взрослых воспитывать, и давать материал по поводу того, что такое эмоции, и как с ними справляться, и как вообще вести себя в обществе людей. Конечно. С другой стороны, правоохранительная система. В какой мы живем в стране? У нас соблюдаются законы, и честно наказываются люди. У нас раскрываются преступления. Ну, те, которые должны быть раскрыты, ну, должны быть раскрыты, те и раскрываются. У нас такого нет. У нас все списывается на политическую волю всегда. Есть политическая воля, есть расследование. Нет политической воли, нет расследования. Давайте мы не говорим, что... Это прекрасная... Мы говорим с тобой о тех преступлениях и о тех происшествиях, которые действительно рассматриваются как политическая воля. Как вы считаете, как нужно наказать этого человека, который украл вот эту скульптуру? Кота Геймера? Ну, то есть... На самом деле там не кот Геймер, там кошка. Они назвали пушинкой. То есть вы предлагаете мне сейчас роль судьи, который бы вынес какой-то приговор. Нет, это скорее вы как психолог, как считаете. А, рекомендация судьи. Чтобы потом исправить ситуацию с этим человеком. Чтобы действительно это носило и воспитательный характер, и корректирующий. И назидательный. Интересный вопрос. Ну, я бы рекомендовала... У нас наверняка еще, к сожалению, нет какие-то психологические центры, которые могут с этим работать. Центры и программы у нас действительно нет ни в городе, ни в стране. Есть какой-то центр, который помогает судьям, следователям вот работать с этими всеми людьми. Нет. Вот, значит, вот туда второй вопрос. Ну, наверняка в этом случае это хулиганство, которое должно наказываться финансами и большой суммой. Я... Может быть, иметь смысл исправительные работы? Нет, это не будет иметь, так, ну, подметет, ну, помоет. Нет, нет. Такой ресурс, как деньги, добывается непросто. И когда у тебя его забирают, ты начинаешь думать о потерях в дальнейшем. То есть, вот, оштрафовать на тысяч пять, например, за эту скульптуру, минимум. И тогда человек в следующий раз подумает. Не на двести тридцать пять, как у нас может быть где-то. Это ерунда. Это человек только... Это за эти деньги, как человек психологически думает и воспринимает. Я покупаю себе развлечение. Мое развлечение в виде отлома кошечки стоит двести тридцать пять гривен. Да не вопрос. Дайте два раза. Дайте два раза, совершенно верно. Не проблема. Высокий штраф и вопрос психологии. Да, и вопрос, конечно же, сотрудничества психологов и их программ. Да, конечно. Чтобы работали с людьми, прорабатывали их проблемы, выясняли причины следственной связи, помогали людям справляться. Это все не от хорошей жизни. Наказание не должно быть ради наказания. Нет. Будем следить за этой ситуацией. Анна, вас благодарим за компетентные ответы и разъяснения, как надо реагировать на подобные ситуации. Анна Цуканова, психолог, активистка была нашим гостем. Прервемся ненадолго, после вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok